Хочу поблагодарить всех, кто старались, проложили усилия для того, чтобы сделать этот праздник. Принесли эти плоды прекрасные, которые перед нами. И сегодня, как брат уже передо мной говорил, что есть еще один плод, плод наших уст, который прославляет Бога. И сегодня мы видели наших детей, сейчас они, конечно, уже расслабились, немножко балуются, но дети, потерпите еще, да? Будем еще прославлять нашего Бога. Знаете, сегодня очень много было уже сказано. И мне уже не так много, может быть, стоит и говорить, потому что братья уже очень многое сказали. Очень много сказано. Хотел бы немножко еще обратить внимание наше. И, знаете, хотел бы, чтобы вы посмотрели на эти плоды все, да, прекрасные плоды. И, знаете, осень, она прекрасная пора. Это прекрасная пора. Это пора, когда мы собираем плоды, когда мы видим этот, как бы, плод наш, плод нашего труда, который мы трудились в течение года. Да, может быть, не мы, фермеры здесь больше трудятся в этой стране, мы, может, не так сильно задействованы. Но, знаете, я так сидел и смотрел, ну, вот разные плоды. Но одно, что мы не можем сделать сегодня, на сегодняшний день, что-то поменять, да? Вот разные плоды есть, да, от картофель, там, лимоны, там, другие, одни желтые, одни зеленые. Но мы не сможем поменять ни одного плода. Не можем их поменять. Какие они выросли, какие они есть, вот эти, да, и, как они, тыква, да, большая, и арбузы. Мы не можем их больше сделать, меньше. Не можем поменять абсолютно ничего. Знаете, а так в нашей жизни, а так в нашей жизни. Жизнь идет, и мы что-то делаем. Мы работаем над чем-то, мы приносим плоды. Мы работаем над тем, чтобы что-то принести. Но приходит время, как Володя уже сказал перед этим, что жатва – это кончина века. Это кончина века для каждого из нас. Когда мы не сможем при нашем большом желании что-то поменять, мы не сможем. Когда мы приходим перед Богом, когда мы придем встретиться с Ним, написано, что… Я прочитаю это место, это Откровение. Откровение, 14 глава. Написано с 13 стиха. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоились от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Слава Богу! Мы можем сказать «слава Богу»? Слава Богу! Но только в том случае, когда дела наши хорошие, да? Иногда мы хотели бы, чтобы они не шли за нами. Иногда мы хотели бы, чтобы они где-то затерялись, эти плоды, наши дела. Но они будут идти вслед за нами. Все наши дела, все наши поступки в нашей жизни, они никуда не денутся. Написано, они идут вслед за нами. Эти все плоды, они будут вслед идти за нами в вечность. И мы предстанем перед Богом с этими плодами. Брат говорил, по-моему, второй брат, брат Петя, говорил одно место, которое я хотел также его напомнить. Но я немножко хотел бы обратить внимание это притча о смоковнице, да? Это у Луки написано. Я ее не буду всю читать. Но здесь говорится именно о том, что кто-то в своем винограднике имел смоковницу посаженную. И он за ней заботился. Он садовник был к ней приставленный. Он заботился, чтобы она все имела, все необходимо, вовремя ухоженная была, чтобы было политое, чтобы все было у нее. И вот когда пришел хозяин, он посмотрел на эту смоковницу. И знаете, что он хотел увидеть? Он не хотел увидеть, какая эта смоковница большая выросла. Он не хотел увидеть, какой там, может быть, листвой она была покрыта. Он не хотел видеть, какая она высокая или маленькая. Он не хотел видеть, какие там цветочки на ней были. Он хотел на ней увидеть плода. Он хотел увидеть на этой смоковнице плода. Братья и сестры, иногда мы, может быть, смотрим на какие-то деревья, смотрим на что-то, и мы видим и замечаем какие-то другие особенности. Да, вот какой этот брат, да, вот какая-то сестра, вот как они умеют, вот как. Но Бог смотрит по-другому. Он хочет увидеть плод в нашей жизни. Он хочет увидеть, какой же все-таки плод мы взрастили, и как этот плод сегодня перед Богом. Я хотел бы вспомнить еще одну притчу, которая написана в Исаии в пятой главе. Знаете, там есть притча одна. Исаия, пятая глава. И я хотел бы обратить внимание наше на эту притчу, где говорится, уже об этом человеке было сказано вначале, это пророк Божий, великий пророк, через которого Бог много говорил и учил народ израильский, наставлял, вразумлял, обличал, очень строго обличал. И вот эта пятая глава Исаии говорит, «Воспою возлюбленному моему песть, возлюбленному моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине, обратите внимание, уточненной горы. Это было прекрасное место для виноградника. Эта гора, она была, имела все необходимое для виноградника наверху уточненной горы. И дальше, что мы видим, «И он обнес ее оградою, очистил ее от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы и построил башню посреди него, выкопал в нем точило и ожидал». Все, что от него зависело, что он должен был сделать, он сделал, выбрал прекрасное место. Он был специалист в этом. Он подготовил это место, очистил от камней, сделал ограду, чтобы никакие лисицы, никакие звери не приходили, не ломали, не мешали принести этот плод. Он все сделал. Написано, «И ожидал, что она принесет добрые грозды». Он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. Как это получилось? Виноградник прекрасный, сделано было все, абсолютно была проложена забота, проложена работа, все было сделано, все было сделано для того, чтобы этот виноградник принес хороший урожай. Но почему дикие ягоды? Почему этот виноградник принес дикие ягоды? Те, которые невозможно есть. И дальше говорит, «И ныне жители Иерусалима и мужа Иуды, рассудите меня с виноградником моим, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало сделать для виноградника моего, чего бы я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Почему так произошло? Почему такой парадокс? Почему этот виноградник был укружен всей заботой, и он не принес того, что он должен был принести? Почему он не оправдал той работы, которая была проведена? Почему дикие ягоды? Почему говорит, рассудите меня с виноградником моим? И там было сказано, что я теперь сделаю, как я поступлю с этим виноградником? Говорит, я отниму от него ограду, я перестану заботиться о нем. Говорит, он будет попираем. Почему не было плода? Не было плода. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас проверил себя. Сегодня мы собрались на этом месте, чтобы поразмышлять. С одной стороны, чтобы поблагодарить Бога, что мы сегодня живы, что Бог сегодня продолжает заботиться о нас. Бог сегодня посылает нам все необходимое. Кто сегодня может сказать, что он лишен Божьей заботы. Братья и сестры, я хотел бы еще обратить внимание на то, что Бог, какой плод сегодня Бог каждому из нас преподнес. Это написано Иван Ильяна, мы знаем это место, 3.16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Это был совершенный дар, это был совершенный плод Божий, который Он явил людям, который Он явил человечеству. говорит, Он возлюбил мир любовью вечную и дал Сына Своего для того, чтобы каждый мог иметь жизнь через Него, жизнь вечную. Братья и сестры, я хотел бы сегодня, чтобы мы сегодня немножко порассуждали о наших плодах, насколько в нашей жизни эти плоды усовершенствуются. Какие они сегодня? Какие они сегодня? Какие мы сегодня приносим плоды, эти добрые? Или, может быть, как тот виноградник, дикие ягоды? Поэтому сегодня есть это время нам поразмыслить. И я прочитаю еще это место, которое я уже напоминал дальше. это Откровение, 14 глава. И здесь говорится 14 стишка и дальше. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Братья и сестры, мы уже в преддверии этой последней великой жатвы, которая совершится на земле. И здесь говорится в Откровении, что это произойдет. И говорит сидящему на облаке, пусти твой серп и пожни, ибо жатва на земле созрела. Уже эта жатва, она созревает. Эта жатва уже приходит к своему финалу, и скоро этот серп будет пущен, и эта жатва будет пожата. Готовы ли мы сегодня к этой жатве? Готовы ли мы сегодня к этой последней жатве? Написано, и поверх сидящей на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Знаете, мы говорим о плодах, мы говорим о том, насколько важно, чтобы эти плоды были в нашей жизни. Я слышал один такой пример, земной такой пример, одного фермера спросили, у него был очень хороший урожай, постоянно, он был такой, знаете, преуспевающий фермер, у него постоянно был очень хороший урожай. И вот его спрашивают, скажи нам секрет твоего успеха, почему в окружающих фермеров не такие успешные урожаи, как у тебя? Ну расскажи твой успех, почему в тебя такой успех в твоей работе? И он говорит, во-первых, я забочусь о всех моих соседях, чтобы они все посеяли отборные прекрасные семена, чтобы они посеяли хорошие семьи на своих полях, окружающих меня. Говорят, ну как, почему? Говорят, они же твои конкуренты, зачем ты заботишься и свои семена даешь им для того, чтобы они посеяли на своих полях хорошие семьи. Объясни нам. Он говорит, знаете, когда я посею мое поле хорошие семьи, а в соседей будет посеяно плохим семенем, то их поля, то, что вырастет, оно будет влиять на мое поле. Вот эти опеления, оно будет влиять на мое поле, и я не смогу собрать хорошего урожая. Поэтому я заботюсь, чтобы во всех моих соседей, во-первых, были хорошие семена. И тогда я знаю, что на моем поле вырастет хороший урожай. Говорит, и а уже забота о поле, это зависит от каждого фермера. Уже уход за этим семьям, уже забота, уже обработка, уже удобрение, уже все остальное, это уже другой секрет. Это, говорит, уже зависит от каждого фермера, от каждого, кто прилагает усилия, и как он прилагает усилия, братья и сестры. И поэтому помните эту притчу об одном поле, когда написано «Хозяин вышел, посеял доброе поле на своем поле, и вдруг появились плевелы». Семя было посеяно доброе, оно доброе было посеяно, но откуда появляются плевелы, откуда появляются вот такие плоды, нехорошие, негодные. Это зависит от каждого из нас, братья и сестры. Это зависит от каждого из нас, какое мы прилагаем усилия, насколько мы прилагаем заботу о нашем поле, настолько мы получим хорошие плоды и урожай. Поэтому пускай Бог благословит, братья и сестры, каждого из нас, чтобы нам иметь добрый плод. Давайте мы сегодня посмотрим на наше поле, не на соседа, посмотрим на наше поле, какой сегодня урожай и плод вырос на нашем поле, в нашем загоне. Что сегодня выросло? Добрый плод, это любовь, о которой мы говорили, это самый большой плод. или может быть там другие есть плоды, как эти кислые ягоды, дикие ягоды, которые невозможно кушать. Братья и сестры, что сегодня выросло на нашем поле? Пускай Бог благословит. Я прочитаю еще это филипийцам, апостол Павел пишет такое слово, это первая глава, мы читаем с восьмого стишка. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, и чтобы познавая лучшие вы были чисты и непреткновенны в день Христов. исполнены плодов праведности Иисусом Христов в славу и похвалу Божию. Апостол Павел говорит о том, что я молюсь, я умоляю Бога, я прошу Бога, чтобы вы были исполнены этих плодов праведности, особенно любви, чтобы эта любовь у вас возрастала и более, и более, чтобы она не слабела, но чтобы она возрастала во всяком познании и любви. Поэтому пускай Бог благословит каждого из нас, чтобы именно этот плод наш, он возрастал, и чтобы этот плод он был приятен для нашего Господа. Пускай Бог благословит каждого из нас. Еще прочитаю место, где говорится это Коринфянам 9 глава второе послание Коринфянам это 9 глава из 10 стишка 10 и 11 Слава нашему Господу. Апостол Павел говорит об этом, говорит, что дающий семья сеющему, дающий семья тому, кто сеет, и говорит, и хлеб пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Да благословит Бог сегодня каждого из нас, братья и сестры, мы находимся у преддверии пришествия нашего Господа и Иисуса Христа. Мы находимся в последнее время, это время оно очень быстро приближается, поэтому очень важно, чтобы мы проверяли себя, проверяли свои плоды, проверяли свое сердце, проверяли, с чем мы сегодня стоим перед Богом, что сегодня вырастает в нашей жизни. Мы сегодня много уже слышали, мы будем молиться Богу, мы будем приходить благодарности, будем молиться Богу, благодарить Бога, поэтому я хотел бы, чтобы каждому из нас не стыдно было, когда мы пройдем перед Богом за наши плоды, за то, что мы принесем перед нашим Господом, поэтому да благословит Бог, я хотел бы сегодня поблагодарить всех, кто этом году он был усердный, кто усердно проявлял себя, знаете, мы и в церкви нашей работаем, и знаете, это также показывает, насколько мы усердны, настолько мы способны ко всякому доброму делу, насколько мы открыты, насколько мы способны жертвовать, насколько мы научились жертвенными быть, насколько мы научились любить друг друга, прощать друг друга, насколько мы научились в нашей жизни не замечать плохого, а замечать доброе, поощрять друг друга, любить друг друга. Пускай Бог благословит. И если мы видим, что в жизни нашей плоды, которые нам, может быть, не сильно нравятся, может быть, они сильно горькие или кислые, то сегодня еще время есть, чтобы нам, может быть, что-то исправить, изменить. Но придет время, когда мы придем с этими корзинами перед нашим Господом, и то, что мы туда положим, то мы принесем. И, может быть, какой-то плод мы хотели бы где-то выбросить, да. Мы не хотели бы его брать с собою. Но это наш плод. Это тот плод, с которым мы предстанем перед Богом. Мы его не заменим, не поменяем. Мы его не сможем выбросить. Мы не сможем другой какой-то взять и положить в нашу корзину, чтобы она была красивее. Братья и сестры, давайте сегодня позаботимся о том, чтобы плод наш, он был приятен для нашего Господа. Да благословит Бог. Да благословит Бог.